Всем привет, дорогие друзья! С вами GamePlan, меня зовут Юрий Аксенов и сегодня, как всегда, мы посмотрим на 4 Android игры. Итак, первая игра на сегодня называется Probe Hunt. Это онлайн-игра, в которой вам необходимо быть либо же скрывающимся, либо же игроком, который наоборот пытается найти того, кто скрывается. Итак, здесь вы можете создать свой сервер, в котором может быть до 4 игроков. Давайте попробуем присоединиться к одному из серверов и поиграть в эту достаточно прикольную, любопытную игрушку. И вот, мы играем за таких вот непонятных белых существ, похожих на коробку, и эти вещества могут вселяться в различные предметы. Для управления что у нас имеется? У нас имеется джойстик с левой части экрана, у нас имеется кнопочка вселения, кнопочка прыжка и кнопочка еще вращения. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Вот так вот мы можем крутиться и тем самым показывать тем, кто нас ищет, где мы находимся. Кнопочка, похожая, наверное, на какой-то навигатор, позволяет вам мгновенно принять исходную позицию для того, чтобы никто из вот этих вот злодеев не смог понять, где вы, кто вы, и не смог вас подстрелить. У вас имеется ограниченный уровень здоровья, и ваша задача продержаться отведенное количество времени, чтобы вас не смогли убить. Когда вас убивают, вы становитесь тоже таким же спецназовцем, который сразу же отправляется на поиски других вот этих вот непонятных существ, похожих на белые коробки. Играть за спецназовца тоже интересно, но особо, наверное, интересно, когда ты пытаешься подойти к спецназовцу, а он тебя не видит в упор, ты вокруг него бегаешь, прыгаешь и тем самым получаешь фан. Здесь также есть чат, в который вы можете писать, общаться и веселиться. А единственный милость игры в том, что здесь мало карт, а это очень и очень печально. Вторая игра называется Can You Escape 3? Это уже третья часть популярнейшего квеста, в котором вам необходимо выбраться из комнаты. Ну что ж, давайте посмотрим на игру. Она распространяется бесплатно, но бесплатно вам доступны только 9 уровней. Следующие уровни будут доступны только за денежку. Это печально, но, в принципе, бесплатных уровней много, и поэтому поиграть в игрушку можно. Если игра понравится, то сможете просто поддержать разработчика и разблокировать следующие уровни. Зря, наверное, я включил второй. Давайте-ка вернемся в главное меню и посмотрим на первый, который я уже прошел. Итак, здесь вам рассказывается небольшое приветствие, в котором содержатся небольшие подсказки, которые помогут вам проходить и продвигаться в этой игре. Какая-то записка с цифрами, похожими на код, но зачем нам этот код, пока неизвестно. В общем, все по классике. Ищем различные объекты и пытаемся с ними повзаимодействовать. Вот забыл, какая цифра была на коде, а именно сюда этот код и нужно вводить. Графика в игре достаточно неплохая, на мой взгляд, и играть в игру интересно. Я вообще люблю подобные квесты, потому что люблю подобный жанр игр, и благодаря этой игре можно снова вернуться в этот увлекательнейший процесс. Все здесь сделано достаточно качественно, а квесты достаточно сложные. Но если вдруг вы не знаете, как проходить миссию, можете нажать кнопочку «Подсказка» и посмотреть видео, в котором подробно будет показано, как пройти ту или иную миссию. Очень удобно и полезно. Помню, как я играл в постройку, в постройку 2, 3, 4 на ПК. Было это давно, но игрушка меня затягивала не на шутку. И вот вышла постройка 4, ну или по-английски «Build the Lot 4». Игра вышла на Android, доступна небольшая, вот бесплатная часть игры, но если вы хотите все миссии, то придется совершать внутриигровую покупку. В общем, для данного разработчика это постоянная практика делать такую систему распространения игры. Итак, что же здесь нам нужно делать? У нас имеются различные задания в каждой миссии, например, покрасить дома, престижность 15 добиться и ретный доход 5,5 тысяч за единицу времени. Так что мы можем делать? Во-первых, у нас есть рабочие, которых мы можем нанимать, чтобы они могли выполнять определенные работы. Мы можем покупать материалы и, в принципе, наверное, все. Дальше нам необходимо покупать участки, либо же уже строить на купленных участках различные здания и сооружения. Это могут быть дома, это могут быть различные учреждения коммунальной сферы и прочее, прочее, прочее. Чем больше вы строите домов, тем больше нужны энергии, поэтому рано или поздно придется все-таки позаботиться о различных электростанциях. Чтобы повышать доходность от дома, необходимо улучшать его, то есть модернизировать, и тогда ретный доход будет намного выше. Также вы можете красить свои дома в определенные цвета и благодаря этому тоже повышать их цену и престижность. И в соответствии с этим вы сможете получать большую арендную плату и благодаря этому становиться богаче, круче и, собственно, проходить данные миссии. Данные стратегии, по крайней мере, очень сильно увлекают, но модель распространения, когда часть игры бесплатная, а часть нет, все-таки огорчает. И последняя игра называется Stick Hero. Давно-давно я уже игру с подобной механикой снимал, но в этой игре меня привлекла графика. Она здесь не пиксельная, а вот такая вот прикольненькая, стильненькая и плоская. Что же нужно делать? Нужно удерживать нажатым на экран палец для того, чтобы у вас выстраивалась лесенка. И когда вы считаете то, что данная лесенка, данный мостик подходящего размера, просто отпускайте палец и, соответственно, переходите на следующий участок. Если данный мостик будет чуть-чуть короче или чуть-чуть длиннее, то тогда ваш персонаж упадет и разобьется. Это будет очень и очень печально. В игре очень красивые бэкграунды, очень все красиво отрисовано, и поэтому играть, наверное, в эту игру интереснее даже, чем в ту первую оригинальную часть, которую я снимал уже давным-давно. Название, к сожалению, не помню, но та игра меня увлекала, и я рад вот снова вернуться к подобной игре, только с легка измененной графикой. Ну что ж, на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал и ставить палец вверх. Всем пока и удачи!